20 век, безусловно, стал самым прорывным в истории развития человечества, и особенно это заметно в технологической сфере. Эта эпоха подарила миру сразу двух отцов космонавтики, Сергея Павловича Королева и Вернера фон Брауна. Заслуги обоих не вызывают сомнений. Благодаря Первому Советский Союз успешно запустил человека в космос, а также провел первый выход в открытое космическое пространство. Фон Браун же руководил высадкой американцев на Луну. И да, автор этого канала придерживается позиции, что американцы действительно бывали на Луне. Видео о том, как и почему это произошло, можно найти на этом канале. Также стоит отметить, что именно фон Браун еще во времена работы в Третьем Рейхе сделал первые шаги в области ракетостроения. И хотя группа ученых вместе с фон Брауном и всей документацией сдались американцам, советским инженерам удалось восстановить большинство чертежей по оставшимся в пенементе деталям. В годы войны Адольф Гитлер считал большой проблемой недосягаемость Соединенных Штатов для сил Люфтваффе. Самолеты смотрелись ненадежно, так как они очень уязвимы для сил противовоздушной обороны. Именно поэтому под личным руководством Вернера фон Брауна начинается разработка ракеты, которая по баллистической траектории должна была выйти в космос и уже оттуда нанести удар по главной цели, а именно Нью-Йорку. В 44-м в Германии была успешно испытана боевая баллистическая межконтинентальная ракета А9А-10. По меркам космонавтики, граница между атмосферой и космосом начинается на высоте 100 километров, хотя в НАСА все же больше придерживаются цифры 122. Ракета А9А-10 же достигла пиковой высоты в 188 километров, что позволяет нам уверенно назвать ее первым построенным человеком-летательным аппаратом, побывавшим в космосе. Правдивость этой информации подтверждают обнаруженная в Пенемюнде документация, а также испытания, проведенные по немецким чертежам, американцами в 46-м году и Советским Союзом в 47-м году. В обоих случаях ракеты легко преодолели отметку 100 километров. Общий план немцев был таков. Диверсионные группы должны были закрепить на высотных зданиях Нью-Йорка радиопередатчики, по которым управляемые немецкими межконтинентальной ракеты, прозванные оружием возмездия, должны были точно навестись на город. Однако, американцам удалось поймать всех диверсантов, обнаружить передатчики и выведать их планы. Американцы не верили, что у Рейха могут быть межконтинентальные ракеты. Однако, задокументировано несколько случаев падения на американской территории странных объектов, которые не имели снаряда, но оставили в земле большие воронки. Это не могли быть самолеты, так как американские ПВО совершенно точно бы их обнаружили. Вполне возможно, что это были пристрелочные испытательные варианты того самого оружия возмездия. Доподлинно известно лишь об одном боевом вылете. 24 января 1945 года ракета с боевым зарядом и немецким пилотом Рудольфом Шреддером взмыло в небо над Пенемюнде. Существует версия, по которой Шреддер незадолго до своего полета стал свидетелем неудачного испытания одной из ракет, которая, едва набрав небольшую высоту, взорвалась прямо над их головами, и это произвело на пилота удручающее впечатление. В первые секунды полета Шреддер ощущал себя нормально, но затем случилась катастрофа. «Мой фюрер, она горит, я умираю!» Прокричал он в отчаянии, и больше его никто не слышал. Неизвестно, как погиб пилот. Быть может, он задохнулся, сгорел, или же, чтобы не мучиться, раскусил ампулу с цианистым калием, которое, по одной из версий, у него было как раз для подобного случая. Но ясно одно. Когда ракета вышла в космическое пространство, Рудольф Шреддер был уже мертв. Считается ли это за первый полет человека в космос? Отвечать на это даже как-то неэтично. Какова же судьба ракеты? Так как пилот не мог ее управлять, и уж тем более не мог активировать детонацию заряда, ракета благополучно затонула в водах Атлантического океана. Но даже если бы Шреддеру удалось выжить, то вряд ли он смог бы успешно завершить операцию. Ведь радиопередатчики так и не были установлены, а система оптической навигации в маленькой кабине пилота стояла в высшей степени скудная. Стоит добавить, что в подобной идее бомбардировок, пилоты отнюдь не задумывались на роль Камикадзе, а предполагалось, что они, направив ракету в цель, будут катапультироваться. Но совсем скоро немецкой ракетной программы не стало, как не стало и самого Третьего Рейха. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Всем пока.